Парк культуры отдыха Краснодарского края, Кабардино-Полгарии, ну и, конечно, Карачаево-Черкесии. После непродолжительной регистрации участников соревнования начинается волнительная для спортсменов часть – жеребьевка. Поясню новичкам, для чего она делается. Каждая команда состоит из трех человек. Чтобы исключить взаимовыручку между ними, спортсменов разделяют в три разные зоны. Следующий этап мероприятия – «Общее построение», на котором знакомят участников друг с другом. Пузнецов Сергеев, Шаипов Аюб, Мишаипов Ислам, команда «Сладман» – «Фюкер». Напоминают правила, меры безопасности. После проверки можно замешивать модели и трубки. Нужно опытные спортсмены, у кого много оборудования. По рекламе 25 минут, вам сколько вы? Ну и, наконец, главный судья торжественно объявляет об открытии соревнования. Участники турнира на берегу. Судьи проверяют у каждого, соответствуют ли требованиям насадки, прикормки. Через пару минут будет дан основной гудок, который будет изначать старт первого тура. И вот тут начнется зарубок, как говорят спортсмены. КОНЕЦ В вашей зоне есть нарушения, нет? Нарушений пока нет. Карась, наиболее желанная для спортсменов рыба, сегодня совершенно неактивна. Выход из положения – мелкие рыбешки, уклейка и окунь. Ковыряем, трудовую рыбу ковыряем. Спортивный водоем, спортивная рыба. Ну да, ну так рыба, конечно. КОНЕЦ Первый тур подходит к финалу. Как ситуация? Ну, в принципе, я думаю, что все неплохо, потому что окунь ловится стабильно. Время от времени попадается у плиты. Крупные рыбы, конечно, никто не поймал. Но мелкую рыбу, мне кажется, поймали практически все. У меня в руках голова от пацачика и весы. А это означает, что дело подходит к финалу первого тура. Сейчас главный судья сделает гудок. И мы начнем церемонию взвешивания. Вес 173 грамма, спортсмен Никита Захватов. Вы согласны с весом? По итогам первого тура. Так, доволен результатом? Результатом доволен, конечно, единичка. Команда тоже сыграла, в принципе, в целом хорошо. У нас, по-моему, единичка, две, двоечки. Да, пять баллов. Ну, должны быть на первом месте. По рыбалке, что скажу, ловилась уклейка, ловился окунь. Ну, в основном окунь. Уклейки очень мало, уклейка нестабильная. Всего другой рыбы не было. Голавль не проявил себя никак? Ни голавль, ни карась обещанный, ничего не было. Небольшой перерыв. Очередная жеребьевка. Она перетасует номера секторов. То есть, места ловли спортсменов. Здравствуйте. В этой палатке определенная суета. Давайте заглянем в нее. Так, сектора. Да, да. 8. Это А8. А8. Сидоров Вадим, фишинг черт 95. А6. Ну что, только что закончилась жеребьевка. И спортсмены уже на берегу. Готовятся ко второму туру. Вот они уже знают свои зоны сектора. И выстроились после этой жеребьевки около своих мест. И начали подготовку. Сейчас прозвучит сигнал. И уже начнется подготовка в секторах. Ну, все как обычно. Но немножко уже после первого тура другой настрой. Потому что уже известны победители первого тура. Это, конечно, не окончательный результат. Но уже некоторые команды, которые опустились чуть ниже первых трех мест, уже начинают волноваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рыба есть. Но надо ключик не подобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По командам. Первой стала команда Fishbyte Armavir, команда Flagman из Черкеска вторая и команда Goldfish стала третьей, она тоже из Черкеска. Репортаж вел Сергей Бугаев. До новых и волнующих встреч на следующих турнирах.